Приведите пример каких-нибудь врождённых действий. Рефлексы. Рефлексы. Человека. Духательный рефлекс. Согласен. Моргательный. Мигательный рефлекс. Согласен. Зрачковый рефлекс. А ещё? Залевый. Безусловно. Ну какие рефлексы безусловные? Просто примеры приводим. Пищеварение с мышцами. Вот, с пищеварением, кстати, проблема. Сразу видно, что у вас нет совсем маленьких врачей и сестёр. А уж когда вы сами станете партнерами и мамами, вы поймёте, что у новорожденных с автоматикой пищеварения первый месяц, ну или там первые несколько недель, точнее, если говорить, у кого-то за три недели проходят, а у кого-то 10 недель держатся. Большие проблемы. Не научились ещё и в животике переваривать пищу. Поэтому народное средство, укропная водичка. Зачем? Чтобы легче отходили газы, чтобы не кучевы. И так далее. Ночные горы, когда папа и мама вот так вот ходят, или вот так вот ходят, и так далее. В чём дело? Живот болит. Почему болит? Не научил сразу. Можно ли считать регуляцию пищеварительной системы полностью врождённой? Нет. Да нет, по ходу дела система регуляции достраивается. А вот глотательный рефлекс, допустим, может быть неврождённым? Нет. Потому что если он неврождённый, то первая попытка поесть равна приговору на удушение. А хватательный рефлекс, видеть? О, хватательный вообще интересно. Страна чудес. Первые 5 плюс-минус 2 дня после рождения, то есть у некоторых в течение 3 дней, у некоторых до 7 дней, как будут выглядеть дела, если раннему новорожденному взять вот так, неважно каким предметом, прикоснуться к ладошке. Что он сделал? Ага, опа. Вот так. Причём с какой силой? С самой силой. Да, а дело в том, что если дать ему так карандаш, он его зажжёт. После этого можно взять его вот так, поднять за карандаш, он будет висеть, он ладонь не отпустит. Так, рефлекс врождённый, откуда и зачем? А чтобы не упасть вдруг? Ну, естественно, мы же с вами обезьяна. Новорожденный обезьяна, что делает после того, как родился? Вежится в мамину. Ну, шерсть, и от этого зависит его жизнь. Если у него вдруг пальцы разжарились, всё, привет мог не рождаться. Это понятно? Отлично. Самое интересное, что он на ногах точно так. Значит, у нас с вами давным-давно, там, 4 миллиона лет, нога утратила хватательная функция, хватать, чтобы нога ему не умеет. И тем не менее, если новогоднего человечества по стопе провести, там, тем же самым карандашом, так, значит, какое движение пальцами он сделает на ноге? Да, он попытается ногой схватить карандаш. Мёрзывается ничего не будет. А если ещё раз там пытаться? Да, сейчас. Но вот эти древние реплексы, древние программы, будут держаться первые несколько дней после рождения. Так, ладонный реплекс или обезьянный реплекс, где-то через недельку просто угасит. Так, будет сменён другими способами регуляции руки. Ну, да, дедёныш сможет там что-то хватать, или нет хватать. Но уже они вот так, не нас тут зажимают. А стопный реплекс смеется на прям противоположный реплекс Багинского. То есть, если двухнедельному дедёнышу провести скальпелем, рукоятчика скальпелем уже имеется, по стопе, что он сделает с пальцами? Атаку. Да, он их, наоборот, атаку стопы. А зачем? А дело в том, что при попадании в предмет, вот при этом двуногом хождении, да, вы идёте на кололись, басок стопы, на кололись на какой-то предмет. Так? Значит, он окажет, что вы оттёгиваете ногу, что надо с пальцами сделать? Отожаривай. Ясно, что их надо удалить от зоны проживания. Поэтому поджать или расставить? Стоп. Ну, конечно, мы против. Так? Значит, вот это вот такие древние пережиточные реплексы, которые со временем просто отменяются. Так. Продолжение следует.